Насколько именно выборы будут катализатором того, Конституция и выборы, наверное, два фактора, которые будут катализатором того, что осенью парламент будет объявлено к концу года, по крайней мере, о распуске парламента, бюджет должен еще принять на следующий год? Ну, бюджет мы можем принять и в июне, у нас была такая практика, если вспомнить предыдущие годы. Это для наших парламентариев, к сожалению, небольшая проблема. Первое. Говоря о местных выборах, я считаю, что местные выборы 2015 года станут катализатором распада коалиции и приведут к стопроцентным перевыборам парламентского уровня, вероятно, в 2016 году. Повторюсь, почему в 2016? Потому что политикам было невыгодно инвестировать в себя менее чем на два года. То есть должен пройти некоторый срок политико-экономической самоокупания. А что касается в целом коалиции как явления, что это? Это фракции. Это единицы, которые составляют какое-то количество решающих персон. В данном случае мы видим, что каждый из этих персон тянет одеяло на себя. Вот и происходит. Даже взять конкретно Луценко, Лешко, взять Каноненко, взять Березюка. Мы уже видим конкретную раскладку по каждой амбиции каждого из них. И делая прогноз, мы видим, кто на что претендует. Кто из них претендует на полностью смену государственного устроя в пользу либо отдельно парламентской, либо отдельно президентской республики. Кто-то просто себе набивает цену, угрожая выходом из фракции и снятием с себя позиций главы фракции. Но в целом идут торги. Торги эти приведут к накалу страстей накануне местных. Местные станут катализатором дальнейших изменений на парламентском уровне.